Компания Samsung активно наводняет рынок своими новинками с начала 2019 года и все силы компании брошены на А-серию смартфонов. Их очень много, мы их подробно разбираем подряд. Сегодня говорим вот про эту новинку. И пока мы с вами ждем Galaxy A80 с поворотной камерой, стоит вам рассказать о не менее интересном смартфоне Samsung A70. Что это за зверь такой? Ну, так скажем, смартфон на все свои деньги. Чего-то особенного в дизайне A70 вы не найдете, за исключением огромного экрана размером 6,7 дюйма. С одной стороны, можно потреблять массу контента и видеть больше котиков в инстаграме, с другой стороны, комфортно использовать аппарат одной рукой, больше пары минут не получится. Да, рамки вокруг экрана здесь небольшие, но это не меняет ситуацию. Это огромное устройство, которое всегда придется перехватывать другой рукой, чтобы пользоваться им комфортно. В общих чертах это такой же телефон, как и все остальные представители линейки A-серии. Большой и практически безрамочный экран с каплевидным вырезом под камеру, сзади модуль камеры, вспышка и логотип компании. Так как это предфлагман, то здесь все выполнено на высочайшем уровне с точки зрения сборки. Даже на сайте компании говорится, что задняя часть сделана якобы из стекла, а это металл. Но вот что-то сейчас у меня возникают сомнения, стекло ли это. Хотя, знаете, нет, судя по звуку, это все-таки стекло, и даже по некоторым царапинам, которые я успел оставить, выглядит как стекло. На гранях смартфона все тоже довольно ожидаемо. Справа качелька регулировки громкости и кнопка блокировки. Слева лоток для двух сим-карт и карточка памяти объемом до 512 гигабайта. Внизу расположен разъем для наушников, динамик, микрофон и Type-C для зарядки. Что можно сказать по поводу дисплея? Если говорить кратко, ну это Samsung, здесь больше добавить нечего. Здесь все очень хорошо. Super AMOLED дисплей размером 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей будет идеальным вариантом, если вы любитель позависать в играх или на YouTube. А запаса яркости в 400 кандел на метр будет достаточно для использования в летний день. Кстати, лета уже скоро, не за горами. Цвета привычны для матриц Samsung, будут немного перенасыщены, но это просто меняется в настройках. А начинка-то какая, ребята? Все, что мы давным-давно просили от компании Samsung, дайте нам Snapdragon. Snapdragon далее, правда, 675-й. Нельзя сказать, что это плохой процессор, такое средненькое решение для большинства задач подойдет, но уже приятно, что как бы подвижки в эту сторону идут. Графический ускоритель здесь Adreno 612 и на выбор 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, объем постоянной памяти 128 гигабайт, но этот показатель можно немного изменять посредством карты памяти. Если говорить про бенчмарки, 165 тысяч баллов в Antutu, это, конечно же, немного, но по факту ставим любые игры, спокойно играем в некоторые даже на максимальных настройках графики. Если так посудить, то в большинстве задач здесь выручает именно оперативная память. 6 или 8 гигов, этого достаточно для любых игр, а процессор дальше уже спокойно все вывозит. Galaxy A70 работает под управлением Android 9 Pie, фирменной оболочки One UI 1.1 и какой-то разницы даже с Galaxy S10 вы не заметите, так как интерфейс абсолютно одинаковый. Основной блок камер представлен тремя модулями, датчиком на 32 мегапикселя с диафрагмой 1.7, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой с углом обзора 120 градусов и датчик глубины на 5 мегапикселей. Благодаря такому набору мы получаем хорошие снимки днем и менее качественные, более шумные изображения при недостаточном освещении, но тоже неплохие. Но у нашего предпродажного сэмпла обнаружилась небольшая проблема – запись видео и работа автофокуса во время записи видео. Нам так и не удалось заставить автофокус в принципе корректно работать, спишем это все на сыроватость сэмпла. Прошивки ждем, возможно исправить ситуацию, хотя проблемы с автофокусом на видео были, по-моему, даже у Galaxy S10 на раннем этапе. Селфи-камера 32 мегапикселя, последние самсунги серии Galaxy делают потрясающие селфи-снимки, оценят все любители себяшек, так что здесь все довольно-таки неплохо. Разблокировка смартфона осуществлена в этой модели сканером под экраном. Он здесь есть, он работает, конечно же, не так медленно, как автофокусное видео, но называть его идеально пока тоже нельзя. Здесь есть разблокировка по лицу, но, откровенно говоря, на Android смартфонах разблокировка по лицу – это не самый безопасный способ блокировки смартфона и срабатывает не всегда в темноте, поэтому, наверное, лучше ограничиться сканером в экране, либо же графическим ключом. Аккумулятор 4500 мАч. Вот это как бы хороший показатель, к тому же в комплекте идет блочок на 25 Вт. Заряжает он с нуля до 100 где-то за час 45 смартфон, быстрая зарядка поддерживается. Время активной работы смартфона составило где-то 7,5 часов, то есть с автономностью этого смартфона все очень круто. К моменту записи этого обзора приблизительная цена в Украине 13 тысяч гривен. Можно ли назвать это средним ценовым сегментом? Ну, с натяжкой. Да, в принципе, смартфоны Samsung никогда не были дешевыми, все это прекрасно знаете. Сервисное обслуживание, хорошие экраны и так далее и тому подобное. Люди, которые покупают Samsung Galaxy, знают, за что они платят свои деньги. Это хороший смартфон, это большой смартфон, это автономный смартфон. Собственно, больше-то и добавить нечего. Galaxy A-серия в этом году просто какая-то невероятная. Огромное количество моделей. Многие спрашивают, а зачем такое количество моделей Galaxy A-серии? 10, 20, 40, 50, 70, 80. На самом деле произошло следующее. У компании Samsung была серия J. Вы все прекрасно это знали. Теперь ее нет, они совместили с A-серией. То есть получается у нас вместо A-J получается только A-серия, поэтому так много моделей. Вот такая вот маленькая информация вам для размышления. С вами был Иван Лучков, канал Allo. Подписываемся, ставим лайк. Да вы сами знаете, что делать. Заходите в Telegram, читайте новости, участвуйте в конкурсах. Всем пока!